Всем привет, друзья! Это канал Диктатуры Закона. На этот раз в поле нашего зрения попал Home Credit Bank. Вы много раз бомбили на этот банк, но мы этому не верили, пока лично не столкнулись с этой ситуацией. Усаживайтесь поудобнее. Начинаем подробнее. Все мы приобретаем бытовую технику. Заходишь в торговый центр, мы видим стандартную картину, когда сидят менеджеры банков и предлагают приобрести товар в кредит. Все они доброжелательные, любезные только до той поры, пока вы не подпишите договор займа. И после этого их доброжелательность и вежливость улетучиваются. И начинается кошмар. Семь кругов ада, которые вам необходимо пройти. Теперь по ситуации. 17 декабря 2020 года был оформлен товарный кредит. Товар должен был быть поставлен в течение 10 календарных дней. Но покупатель решил отказаться и воспользоваться своим правом отказаться от получения товара, от приобретения товара и получения, соответственно, кредита. Чтобы оформить отказ, ты идешь в банк. И банк-хом-кредит заставляет тебя пройти следующую процедуру. Он выдает тебе стандартный их бланк. С этим бланком ты идешь к продавцу. Для того, чтобы оформить возврат товара. Но абсурдная ситуация заключается в том, что товар-то фактически не получен. О каком возврате может быть идти речь? Далее ты споришь с продавцом. Убеждаешь его в том, что в товаре ты не нуждаешься. И он ставит свою печать. После этого с этим бланком ты уже обращаешься в банк. И думаешь, что все. Вопрос твой решился. Ты спокойной душой идешь домой. Что заявка об аннулировании наконец-то принята. Но каково ваше будет возмущение, когда спустя месяц вам звонит менеджер банка и сообщает о том, что вам необходимо покосить ежемесячный кредит. Ну как так, друзья? Ведь по закону, статья 14 закона о защите прав потребителей дает право покупателю вернуть товар в течение 14 дней. Более того, статья 34 закона о банках и банковской деятельности в течение 14 календарных дней позволяет вам отказаться от займа. В данном случае заявка была оформлена. Эти заявления и вся необходимая номенклатура была надлежащим образом предоставлена в банк. Но несмотря на это, банк продолжил требования погашения долга. Только после обращения в компетентные органы с жалобой и проведением проверки этот вопрос был разрешен и кредитный договор был аннулирован. Как это? Вот что звездочка в договоре сделать может. Думаю, не всем понравятся такие фокусы. Как итог сложилось такое мнение, что получить товарный кредит и оформить кредит достаточно просто и легко. А что касается расторжения этого договора о займе и аннулирование кредита – это целая проблема. Вам придется пройти все семь кругов ада ту бюрократию, которую заставляет вас проделать банк. Банком кредит. Просто, быстро, удобно. Друзья, в любой непонятной ситуации, когда вы считаете, что ваши права нарушены, непременно обращайтесь в агентство по развитию и регулированию финансового рынка. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, будет много полезного контента. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok